Трезвый вопрос после того, как в 2011 году были фактически ликвидированы медицинские вытрезвители при органах внутренних дел, оказывать помощь людям, находящимся в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским организациям. С чем мы столкнулись? Получилось, что эта сфера вообще зависла между ведомствами. С одной стороны, тема вытрезвления, не медицинская, так как речь идет о людях, которые не нуждаются в медицинской помощи. С другой, работать с ними сложно и полицейским, эти граждане не дебоширы, не хулиганы и не нарушители общественного порядка. Чаще всего они просто спят на скамейке или на земле. А дальше начинаются проблемы. Многие граждане жалуются, что им неприятно находиться в общественном месте рядом с такими людьми. На медицинский осмотр в учреждениях здравоохранения тех, кому чаще всего нужно просто проспаться, уходит время. При этом действительно нуждающимся в помощи приходится ждать. Неудивительно, что скорая помощь крайне неохотно выезжает на пьяные вызовы и забирает нетрезвых в больницу, только если они получили травму. Органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления не наделены достаточными полномочиями для самостоятельного решения этого вопроса. Поэтому сегодня в субъектах РФ он решается по-разному. Например, в Татарстане еще в начале 2011 года в одном из городов было открыто первое отдельное специализированное муниципальное учреждение – центр детоксикации. Сейчас в республике 13 таких центров в 11 городах. Граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, доставляют туда, а не в дежурную больницу. В центрах детоксикации круглосуточно работают фельдшеры, наркологи, психологи и психиатры, есть служба охраны. Каждому поступившему предоставляют отдельное койко-место – душ, полный медицинский осмотр и экстренный курс лечения. За пациентами установлено видеонаблюдение. Граждан, оказавшихся в центрах, проверяют на общественно опасные инфекции и делаются на обработку на педикулес. Создание таких центров было обеспечено путем внесения изменений в региональное законодательство, и, на наш взгляд, проблема ждет своего решения на федеральном уровне. Количество людей, которые страдают в результате употребления алкоголя по неосторожности и неосмотрительности, увеличивается. Мы теряем несколько десятков тысяч граждан каждый год, они замерзают, попадают в сферу интереса преступников. Уверен, что сегодня необходимо законодательно разрешить вопрос помещения лиц, находящихся в состоянии опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, без их согласия в специализированные учреждения, создаваемые органами местного самоуправления. Мы подготовили проект закона, который сейчас находится на отзыве в правительстве. Уверен, что курировать вытрезвители следует МВД, и мы будем настаивать на том, чтобы правительство продолжало изучать вопрос возвращения вытрезвителей именно с этой точки зрения. Автор, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Такие мнения автора может не совпадать с позицией редакции.